В этом бою, благодаря автору реплея, мы можем наблюдать сразу с двумя ПТ-шками XOR 1008. И мне кажется, именно в составе взводов, особенно состоящих из этих машин, эта тачка будет чувствовать себя просто великолепно. Сейчас поясню. Мне тут присылали реплей. Автор реплея немножечко сделал глупость. Он играл на ЛТ, и у него попался взвод из трех таких XOR. Это мог быть просто реплей бомба, но он ошибся, знаете, в какой момент? Он ошибся в тот момент, когда его уничтожили, вместо того, чтобы следить за этими машинами, причем от первого лица, он взял и просто вышел из боя. Соответственно, реплей, запись прекратилась. Но мы с вами можем посмотреть, хотя бы на что способны две этих машины. Итак, ребят, в чем фишка данной ПТ? По сути, я уже влюбился в эту машину, хотя сам на ней не играл. Почему? Да все очень просто. Это ПТ с геймплеем среднего танка. Объясню почему. Он, знаете, вот больше будет похож на такую вот леопард, но премиумный и с барабаном. Брони, как вы понимаете, у него особо нигде нет. Все, что в него прилетает, вы сами видите, прилетает с уроном. Но, при всем при этом, вот эта вот часть башни, вот эта, блин, ну куда ты убегаешь-то? Давай я за тебя зацеплюсь. Будет проще. Вот эта вот часть башни, щеки, так сказать, да, которые являются частью касайкачающейся башни, блин, слова не выговорю, 175 миллиметров. Я не могу сказать, что это дофига много, но с учетом того, что на ней иногда можно будет поиграть от рельефа, скажем так, не самые сильные по пухам противники, возможно, даже иногда и не пробьют. Ну, то есть, это не один миллиметр, как у того же Скорпиона. При этом склоняется пуха, вот вы сами видите, когда игрок опускает орудие. Знаете, на сколько градусов? На 11 градусов вниз. На 11. Это один из самых лучших показателей. Это даже не минус 10, это минус 11. Правда, за это приходится расплачиваться тем, что орудие поднимается вверх. Ну, сами видите, башня качающая сейчас, на ком бы показать. Вот на этом, видите? Сзади башни поднимаются, ну, вот этой части тыльной подниматься некуда. Поэтому поднимается всего на 10 градусов вверх. То есть, орудие опускается лучше, чем поднимается. Ну, и переходим к самой главной фишке этого ИПТ-хи. Это барабан. У нее барабан на 4 снаряда. 4 снаряда в барабане. Перезарядка. Смотрите, выезжает Т-34-2. Т-34-2 уезжает. Причем в ангар. 4 снаряда с альфой в 320 единиц. Если у кого-то там проблема с арифметикой, 1280 урона в среднем с барабана. Вот две такие ПТ-хи, это уже больше, ну, почти чуть больше, чем 2500 урона. Не способны забрать даже десятку. Ну, у многих десяток чуть больше, чем 2500. Там Маус, Е100, Ливандовский, особенно с улучшенной закалкой. Но практически любой танк, с которым они встречаются, вдвоем они способны забрать его за 6 секунд. Перезарядка между выстрелами 2 секунды, 4 выстрела, первый на нуле происходит, как вы понимаете. От него начинает происходить отсчет. Так вот, ребят, пробитие для восьмого уровня. Ну, я понимаю, что это ПТ-шка, но я ее уже давно воспринимаю как средний танк. Так, пробитие 226 на ББ-шках и, внимание, 321 на подкалиберах. То есть, если вы играете на подкалиберных снарядах, то, ну, скажем так, с пробитием у вас проблем быть не должно. Скорее всего, это будет очень затратно по серебру. Я не посмотрел, сколько стоит. Кстати, вот, смотрите, приезжает еще один друг. 53 ТП. Поляк. Ребята, видимо, были на перезарядке или просто не хотели получать. Но, чтобы вы понимали, ДПМ у ПТ-хи не самая лютая вещь. То есть, всего 1800 среднего урона в минуту за счет того, что барабан, зараза, долго перезаряжается. Все-таки перезарядка 36 секунд.